Обморожение всегда беда, ведь без квалифицированного лечения не обойтись. Для человека работающего это означает одно – больничный. Хотя мало кто знает, что аномальные морозы можно переждать дома и при этом не получить прогул. Каким образом, расскажем в следующем материале. Здравствуйте. Дворник, погреться. Открывать или нет? 15 минут на воздухе и столько же в помещении. Именно по такому графику теперь работает Фарух Норов. Это не личная инициатива мужчины. На щадящий режим из-за аномальных морозов перевели всех иркутских дворников. К тому же изменился объем выполняемых работ. Сейчас круг их обязанностей ограничивается только очисткой территории возле подъездов. Да и на смену дворники выходят чуть позже обычного. Утром в 7 часов начинается, до 12 часов. Потом час, 4, 5, 15. Скажем, что ты делаешь? Или больше всего работаем? Так же. 15, 15, 20. Огрелем. Ну, нормально. Послабление в аномальные морозы делается фактически всем работникам, чья деятельность проходит на улице. Например, для строителей по трудовому законодательству обязательно теплая бытовка. Помимо общего обогрева, там должны быть отдельные печки для рук и ног. К тому же работа при температуре ниже минус 35 вообще нежелательна. К слову, на большинстве строя объектов Иркутска сегодня непривычно тихо. Иные условия у продавцов, особенно тех, что трудятся на городских рынках. Они сами решают, выходить сегодня на работу или нет. На этой Иркутской ярмарке под открытым небом лишь сегодня начали появляться продавцы. Впервые с начала недели. 9 часов на морозе – то еще испытания. Спасаются горячим чаем, теплой одеждой и поддержкой коллег. Но если вы думали, что поблажки в такой мороз есть лишь у уличных работников, то вот и нет. Например, температура в офисах тоже строго прописана в Санпине. В частности, возле рабочего стола должно быть непрохладнее плюс 22. В обратном случае работник вправе, вы не поверите, уйти с работы на час раньше положенного. Ну а если температура в офисе вообще не поднимается выше плюс 12, то можно совсем не выходить и рассчитывать на оплату в размере 2 третей от тарифа. Но это не точно. Павел Золудев, Виктор Шеркашин. Новости по будням.